Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре новинка 23 года в мире планшетов. Мощный планшет с большим экраном от компании Oukitel, модель OT5. Который подойдет для учебы, работы, путешествий, игр. В общем, универсальный планшет. Официальный старт продаж его начнется 11 ноября и для первых 300 покупателей будет приятная цена 180 баксов. Ссылку на продавца в описании под видео, если что, прикреплю. Давайте же посмотрим, что предлагает нам Oukitel. Продается планшет вот в такой большой фирменной коробочке. Внутри нас встречает сам планшет. Он уже в чехле, что достаточно приятно. Ну, давайте начнем с комплектации. В комплекте двусторонний кабель Type-C Type-C для зарядки устройства. Быстрая зарядка, 18-ваттная инструкция на различных языках, в том числе на понятном русском языке. Еще различные бумажки. Скрепка для извлечения лотка под сим-карты, либо флешку. И даже в комплекте бонусом есть вот такой вот двусторонний стилус. С одной стороны шариковая ручка, с другой стороны стилус. Заявлено, что крышка чехла из кожи. Ну, я думаю, что это кожзам. Достаточно приятная на ощупь. С внутренней стороны что-то типа алькантары. Магнитов на крышке нет, но зато ее можно использовать как подставку для планшета. Сам чехол из толстого силикона. Задняя сторона матовая. Углы защищены, они усиленные. Экран также защищен. Чехол выступает примерно на 2 мм над экраном. А вот блок камер не защищен. Он здесь вровень с чехлом. На транспортировочной пленочке нанесены основные характеристики планшета. Здесь большой IPS LCD дисплей диагональю 12 дюймов с разрешением 2К. 2000 на 1200 пикселей. С частотой обновления 60 Гц и яркостью 410 нит. АКБ здесь на 11000 мАч. Не знаю почему 8250 указано, но на официальном сайте информация, что 11000. При этом заявлено достаточно большое время работы. 1200 часов в режиме ожидания. 38 часов разговоров, 11 часов воспроизведения видео, 41 час музыки и 14 часов игр. Оперативная память 12 ГБ. Встроенная постоянная память 256 ГБ, которую можно расширить, установив флеш-карту на 2 ТБ. При этом оперативную память можно расширить до 36 ГБ, заняв 24 ГБ у постоянной памяти. И установлен здесь многим известный мощный 8-ядерный 6-нанометровый процессор от Mediatek Helio G99. А видеочип Mali-G57. Так что думаю, что можно на нем без проблем играть в достаточно требовательные игры. Камеры. Здесь фронталка установлена с сенсором от Samsung на 5 Мп. Основная камера с сенсором от Samsung на 16 Мп. И даже есть макрокамера на 2 Мп. Вот здесь имеется светодиодная небольшая подсветка. И смотрите, какой здесь необычный блок камер. Он стеклянный, прозрачный. И внутри видно все платы, все микросхемки. Под транспортировочной пленочкой защитной пленки нет. Но в этом ничего страшного. Здесь стекло защищенное Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Вот так выглядит планшет без чехла. Посмотрите, какой он симпатичненький. Грани плоские. Достаточно такой здоровенький. При этом толщина у него всего 7,5 мм. А вес 560 грамм. У меня версия в сером цвете. Есть еще в зеленом, в голубом и черном цвете. Задняя крышка и грани здесь алюминиевые. И имеется вот такая пластиковая вставка, чтобы антенны хорошо ловили сигнал. Здесь целых 4 стереодинамика с объемным 3D звучанием. С этой стороны разъем Type-C для зарядки. Лоток. Давайте его откроем. Для двух сим-карт, либо сим-карты и флешки. На этой грани ничего нет. На верхней грани два динамика, соответственно. И на этой грани микрофон, качелька громкости и кнопка питания. При этом кнопки нажимаются достаточно приятно. Не люфтят, не гремят. Сам планшет не хрустит, не люфтит и не гнется. Итак, друзья, несколько дней потестировал я планшет. И у меня есть, что вам рассказать. Кстати, смотрите, пленочка здесь защитная все-таки есть. Она у меня отклеилась вместе с транспортировочной пленкой. Так что, когда отклеиваете транспортировочную, будьте осторожней. Ну, ничего страшного я в этом не вижу. Здесь все-таки стекло защищенное. Так что, думаю, никаких проблем не будет. Что сразу отмечу, мне понравились здесь рамки. Они вот такие вот негромадные, как на некоторых планшетах. Сенсор очень-очень отзывчивый. Никаких лагов, никаких зависаний я здесь не заметил. В помещении яркости вполне хватает. Вот сейчас она на минимуме. Добавляем на максимум. Вот такая здесь яркость. И даже на улице, на солнышке, к сожалению, яркого солнца я не нашел. Оно было за облаками. Но даже на таком солнышке на экране все видно. Если, конечно, солнце будет лупить прямо в экраны, я думаю, немного яркости не будет хватать. Экран здесь, кстати, производитель разработал таким образом, чтобы излучать минимальное количество синего света. И уделять первоочередное внимание здоровью глаз. Есть здесь и авторегулировка яркости, и ночная подсветка. Вот она сейчас включена. Отключаем. Смотрите, свет стал более таким синим. Есть и инверсия цветов. Вот так можно включить. И давайте запустим YouTube. Посмотрим какое-нибудь видео. Смотрите, какая приятная картинка. Все четко, цвета насыщенные. Пикселей не видно. Реально прям картинка впечатляет. Надеюсь, камера передает качество воспроизведения видео планшета. Вот они, все самые яркие цвета. Смотреть видео на планшете очень-очень приятно. И экран самый большой, и качество картинки просто замечательное. Давайте послушаем музыку. Музыка без авторских прав. Да, динамики здесь очень-очень громкие, но я бы сказал, что немного не хватает низких частот. И один час просмотра видео на YouTube расходует примерно 8% заряда аккумулятора. А заряжается аккумулятор от 0 до 100 примерно за 2,5 часа. Из особенностей. Есть здесь разделение экрана. Можно, например, одновременно смотреть видео в YouTube и листать какую-то статью. Смотреть фильм и отвечать на сообщения, принимать видеозвонок. В общем, функция достаточно удобная. Пробежимся быстренько по настройкам. Они здесь стандартные для 13-го Android. И что мне понравилось, так это то, что слева мы видим пункт настройки, а справа сразу видим его под пункт. Если вот так держать планшет горизонтально. Если вертикально, то настройки будут выглядеть, как на простом смартфоне. Давайте я быстренько вот таким образом пробегусь, чтобы вы посмотрели, что тут имеется из настроек. Хранилище, звук и вибрация. Да, здесь есть вибро. Не во всех планшетах встречается вибро. И вибрация достаточно здесь приятная. Экран. Настройки экрана. Обои можно сменить. Специальные возможности. Целая куча. Безопасность. Кстати, по блокировке экрана. Заявлено здесь, что есть разблокировка экрана по распознаванию лица. Но в настройках этой функции нет. Странно. Я надеюсь, что с обновлением прошивки эту обещанную функцию добавят. Конфиденциальность. Местоположение. Безопасность. Экстренные случаи. В принципе, здесь все практически стандартно. Как на смартфонах. Есть DuraSpeed. То есть, ставим галочку напротив приложения, которое необходимо запускать на, так скажем, все приоритеты отдавать именно этому приложению. Система. Есть беспроводное обновление. У меня обновление от 3 ноября. Уже планшет обновился. Обновление было небольшое. Прилетало. И вот гибрид мемори. Это заявленная функция расширения оперативной памяти. Но, к сожалению, после того, как мы хотим добавить память, планшет просто пишет, что в работе приложения настройки произошел сбой. То есть, расширение памяти здесь не работает. Что тоже очень странно. И я надеюсь, что этот баг пофиксит с обновлением прошивки. Так, настройки я вам все показал. Давайте проведем несколько тестов. Посмотрим точные характеристики. MediaTek Helio J99. 6-ти нанометровый. В принципе, я вам это уже озвучил. Отображение Mali-J57. Разрешение экрана 1200 на 2000. Сеть. Батарея. Вот, как мы видим, 10800 мАч. Производитель округлил и назвал это 11000 мАч. Android 13-й. Ну и пару тестов запустим. Здесь, кстати, 21 датчик. Вот так пролистну. Можете посмотреть, какие имеются датчики на борту. И под тестом. Цвета нигде не меняются. Заливка равномерная. Цвета яркие. Экран здесь замечательный. Мне экран понравился. Мультитач, если вдруг кому-то важно. На 10 касаний. Вспышка работает. Динамики. Микрофон давайте проверим. Раз-раз. Раз-два-три. Микрофон работает. Но он здесь достаточно тихий. Я вам позже продемонстрирую. Вот такая вибрация. И что я вам еще не назвал. Здесь есть поддержка 4G, конечно же. GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. То есть можно без проблем пользоваться и навигатором на планшете. Также можно подключить фирменную беспроводную клавиатуру от Aukitel. Wi-Fi здесь двухдиапазонный. И Bluetooth версии 5.2. И давайте покажу, как он ведет себя в играх. По идее, с таким мощным железом планшет должен потянуть практически любую игрушку. Да, на таком большом экране играть в игры просто одно удовольствие. Удобно. Классно. Приятно. Так, звук немного добавим. Хоба. Убегаем. Дал я сынишке поиграть в планшет. Он был просто в восторге. Из меня, конечно, еще тот игроман. Я в игры практически не играю. Но мне вот это очень понравилось. Кажется, я соперника не догоню. Давай, 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 давай. Смотрите, такая большая скорость. И никаких лагов, никаких зависаний. Все, я его обогнал. Чу, победа! И, конечно же, многим любимый Геншин. Я в него, честно говоря, не играю. Но решил вам показать, как планшет тянет эту известную игрушку. Она достаточно требовательная к железу. Но на этом планшете игра запускается. И, в принципе, играть можно. На максимальных настройках немного лаги присутствуют. Я даже специально планшет дал дочери. Она у меня любит эту игрушку. Но играет она в нее на игровом ноутбуке. У меня Acer Neera 5 игровой. И сказала, что лаги здесь заметны. Так, сейчас по настройкам стоит, получается, высокая, даже пользовательская. Ну, выставлял я высокая, 30 фпс. И вот высокая 30 фпс. Дочь сказала, в принципе, играть можно. Но я и сам здесь, в принципе, каких-либо лагов не замечаю. Все работает, не тормозит. Хоба, хоба, побежали. А вот если выставить самые-самые максимальные настройки и 60 кадров в секунду, вот тогда уже появляются небольшие лаги. Иногда планшет притормаживает. Ну, вот с такой графикой, я думаю, вполне сносно. Играть можно. Дочь поиграла и говорит, ну да, можно, в принципе, и на планшете поиграть. Но на компьютере, говорит, все равно лучше, все равно приятнее. Так что Genshin Impact планшет также тянет. Ага, чат недоступен. Опять же, я эту игру не знаю. Могу только побегать. И вот так вот, какие-то трюки поделать. Хап, 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 хап. Сильного нагрева в играх я не заметил. Вот когда дочь поиграла в Genshin, примерно 30 минут планшет стал немного теплым. И в играх уходит примерно 27-30% заряда аккумулятора за 1 час. Рисовать на таком планшете очень-очень удобно. Давайте продемонстрируем. Устанавливаем любое приложение для рисования. И вот так это все делается. Комплектный стивус. Из меня, конечно, художник тот еще. Ластик. Ну, вы сами все видите. Никаких лагов, никаких зависаний. Раз, 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 раз. Все работает. В Souty 5, конечно же, можно звонить. Звонилка здесь обычная. Гугловская. Можно принимать смс-сообщения. В общем, все как на обычном смартфоне. Что касается камеры. Обычно камеры на планшетах не играют важную роль. Но скажу так. Как для планшета, камеры здесь снимают вполне себе неплохо. Можно выбрать видео, можно выбрать картинку. Давайте покажу основные настройки. Настроить, включить, выключить вспышку. Авто вспышка. HDR. Сменить камеру на фронтальную. Заходим в настройки. Здесь есть автоспуск. Размер фото. Подавление мерцания. Формат. Если открыть видео. Также настройка вспышки. Переходим в настройки. Здесь можно выбрать режим съемки. Вот так их много. E и S. Не знаю, что за настройка. Но при ее включении камера начинает снимать как будто рыбий глаз. Не знаю. Напишите в комментариях, если же знаете, что означает эта настройка. Микрофон можно включить, выключить. Звук записывает планшет на видео. Почему-то очень тихо. Сейчас вы все это увидите. Видео формат можно выбрать. Такие форматы имеются. Баланс белого настроить. И качество видео. Максимально записывает основная камера 2K 2560 на 1440 пикселей. 30 кадров в секунду. И фронтальная камера Full HD 30 кадров в секунду. Ну и подавление мерцания можно настроить. Сейчас посмотрите фотографии и видео с этого планшета. И напишите свое мнение в комментариях. Что вы думаете о качестве его фото-видеосъемки? Я в комментариях. Звук. Звук пヒк. Звук пихотично. Вот так Oukitel OT5 записывает видео, это основная камера, максимальное разрешение 2К, 2560 на 1440 пикселей, против солнца, и давайте остановимся. А это фронтальная камера, максимальное разрешение Full HD, 1920 на 1080 пикселей. Автофокус камеры отрабатывает достаточно неплохо, камера быстренько фокусируется на нужном объекте. Вот такой интересный, я бы сказал, хороший планшет получился у компании Oukitel, а если его стоимость с 11 ноября будет реально всего 180 долларов, то вариант я считаю просто отличный за такие деньги. Пишите свое мнение обязательно о нем в комментариях, напоминаю ссылочка на продавца в описании под видео, официальный старт продаж 11 ноября, и тогда же появится и актуальная цена, которая пока как заявлено будет составлять для первых 300 покупателей 180 долларов, а для остальных вроде как 200 долларов. Скорее всего и промокоды какие-то будут, не забывайте ими пользоваться, если решите вдруг заказать. И если видео вам понравилось, то не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на канал, впереди много интересного и полезного. Всем удачи, не болейте всем, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok